21 сентября в Беларуси прошел единый день безопасности. В задачи данного дня входит профилактика чрезвычайных ситуаций, преступлений и правонарушений, обучение оказанию первой медицинской помощи, а также правилам безопасности при пожаре. Тематические интерактивные площадки организовала МЧС во взаимодействии с МВД, Минздравом и Белорусским обществом Красного Креста. Единый день безопасности стартовал, скажем так, в 2018 года. Толчком к этому послужила трагедия в городе Кемерово, где погибло большое количество людей. И особое внимание мы уделяем в рамках проведения этих мероприятий, обучениям людей правилам безопасного поведения. Мы говорим не только о работе МЧС, но и о других организациях, которые также уделяют вопросам безопасности особое внимание. Это и МВД, и Мингаз, и коллеги из Красного Креста Добровольного пожарного общества. Все вместе нацелены на то, чтобы обучать людей безопасности и снизить риски возникновения различных чрезвычайных ситуаций. В Минске в единый день безопасности проходит более 200 мероприятий. Это разные точки города. Конечно, преимущественно это объекты с массовым пребыванием людей, где можно отработать и на практике эвакуационные мероприятия. Чему вы сегодня будете учить жителей нашей столицы? Мы сегодня обучаем принципам оказания сердечно-легочной реанимации на примере взрослого человека, подростка и ребенка. Также на непроходимых отдыхательных путей. Вот у нас есть. Уходим у него, где заканчивается грудина. Вот место ориентировочно и межсосковое расстояние. Ставим между ними ваш торец ладони. То есть вы правша или левша? Я правша. Хорошо, значит вы будете качать ему правой рукой. Одна часть ладони у вас, где заканчивается грудина. Вторая, ориентировочно, вот большой палец межсосков. Ваша задача сделать ему 30 качков прямой рукой, туловищем вашим, затем два вдоха. И таких три цикла, после чего вы проверяете ему задышал ли он. Качайте одной рукой, потому что подросток. Мой палец где-то вот тут посерединке. И теперь мы качаем 30 раз. Еще одна точка с реальным пожаром. Сейчас мне проведут инструктаж и при помощи огнетушителя. Я попробую его затушить. Если у вас случилось возгорание масла, ни в коем. В случае не дышите его водой. Также нельзя душить мукой. Лучше всего использовать соль и крупы. Или закрыть сковороду крышкой. Просто ее надвинуть и убрать с огня. Подождать, а затем крышку можно открывать. Главная задача сделать так, чтобы кислород не поступал.